В Рубиновом зале для гостей были приготовлены оригинальные локации и увлекательные мастер-классы. Можно было попробовать поиграть на музыкальных инструментах, изготовить самостоятельно сувенир в технике модульного оригами, гирлянду или фонарики из цветной бумаги. А все желающие могли написать письмо на почту Деда Мороза и, конечно же, сделать яркие фотографии с главным зимним волшебником и снегурочкой у праздничной фотозоны. В Большом концертном зале мероприятия открыл яркий тематический пролог «Новый год светлый и радостный». К юным дарованиям обратился глава города Евгений Никитин. Вы прославляете не только свою семью, но и прославляете нашу детский муниципалитет, городской область. Я уверен, что со временем ваша активная жизненная позиция, ваше тяга к знаниям, ваше трудолюбие, оно даст свои определенные плоды. Но, уважаемые дети, я хочу пожелать вам не бояться шагать вперед, не бояться преодолевать вершину. Я вас еще раз поздравляю, желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, самая главная уверенность в себе. Вы молодцы у нас. С Новым годом! Глава города Евгений Никитин вручил юным ленинск-кузнечанам свидетельство стипендиатов губернаторской стипендии «Юное дарование Кузбасса», свидетельство стипендиатов администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа, муниципальные стипендии и подарок за победу и призовые места в российских, областных, городских, научно-практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях. Доброй традицией для поддержки творчески отдаренных детей и адресной помощи детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, в нашем городе стала ежегодная благотворительная акция «Вместе помогаем детям». Сертификаты на сумму 350 и 400 тысяч рублей на приобретение лекарств детям, нуждающимся в лечении, получили клинический центр охраны здоровья шахтеров и Ленинск-Кузнецкая городская больница номер один. Огромное спасибо предпринимателям, администрации города за такую акцию. Не первый год она, и очень хотелось бы, чтобы эта акция продолжалась. Благодаря этому всему действию многие детки получают те лекарства, которые проблематично получить. Это большая благодарность. Денежные премии и новогодние подарки юным художникам вручили на сцене председатель Совета предпринимателей Елена Устинова и индивидуальный предприниматель, общественный представитель агентства по привлечению и защите инвестиций Кузбасса Сергей Козловский За участие в 14-й городской благотворительной акции были отмечены учащиеся детской художественной школы номер 4 имени Шундулиди, учащиеся детской школы искусств номер 18, Дворца творчества детей учащейся молодежи, воспитанники реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и воспитанники социально-реабилитационного центра «Радуга». В преддверии Нового года должны сбываться мечты. И сегодня такой день акции «Вместе помогаем детям». Я хочу всех поздравить с наступающим Новым годом, пожелать крепкого здоровья, терпения, благополучия и чтобы все ваши заветные мечты сбывались с новым 2024 годом. Более 18 миллионов рублей удалось собрать за все время проведения акции. 1 миллион 150 тысяч рублей на поддержку детей направили благотворители в этом году. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Риоленинск.